Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы попытаемся взглянуть на них в том числе и «Православным взглядом». Мой собеседник в студии, руководитель отдела по взаимодействию церкви и общества, протеерей Андрей Туров. Отец Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Отец Андрей, мы периодически в наших выпусках обсуждаем какие-то темы злободневные, не очень, может быть, приятные на слух, но, тем не менее, они очень важны, на мой взгляд, в том числе для понимания ситуации, которая так или иначе возникает. Я предлагаю вам сегодня обсудить такую тему, как дома престарелых. Вопрос звучит так, добро это или зло? С одной стороны, кажется, вот вроде все однозначно, конечно, дома престарелых, такого быть не должно, но они есть. Вот как вы относитесь к таким заведениям, как дома престарелых, и всегда ли это зло, на ваш взгляд? Во-первых, этот вопрос очень значимый, очень важный, значимый прежде всего для того мировоззренческого базиса, который человек для себя выбирает. Очень важно понимать разницу, что является дом престарелых для самого человека пожилого возраста, который в силу каких-то своих болезней, в силу жизненных обстоятельств остался совершенно один, и за ним некому ухаживать, он немощен, он болен и практически обречен, если не будет посторонней помощи. И наоборот, если это вопрос, который рассматривается с точки зрения детей, которые отдают своих родителей дома престарелых, то, конечно, тут совершенно будут разные позиции, разное понимание этого вопроса. Если мы с вами возьмем ситуацию и рассмотрение существования этих учреждений попечительских как таких социальной направленности учреждений, которые необходимы для людей одиноких, для людей немощных, или для людей беспомощных, как уже было сказано, то, конечно, мы вряд ли сможем отказаться от этих учреждений и существования домов престарелых для тех, для кого больше не осталось никакой в жизни опоры. И единственное, на что можно надеяться, это на помощь государства или на помощь, может быть, каких-то негосударственных учреждений, которые предоставляют такие услуги социальной направленности. Также существуют и благотворительные попечительские учреждения церкви. А если мы будем рассматривать те шаги, которые предприняли родственники этих людей, то, конечно, безусловно, нам нужно вспомнить библейское установление о почитании родителей. Более того, это не просто некое высказывание, это не просто какая-то такая информация второстепенная, которая где-то каким-то вот краем покасательно проходит в библейском попествовании. Дело в том, что заповедь к почитанию родителей – это одна из главных, одна из тех десяти заповедей, которые были даны Господом человечеству. Мы все эту заповедь знаем, почитать отца, почитать мать. Более того, если рассматривать уже богословским таким образом толкователя Священного Писания, то это заповедь, которая единственная из заповедей всего Божественного Диколога, всех десяти заповедей, которые были даны пророку Моисею на горе Синае от Господа, это единственная заповедь, где сказано то, что будет человеку, который эту заповедь исполнит. Например, сказано «не убей» и поставлена точка, дальше нету продолжения. Сказано «не укради» и тоже поставлена точка и нету продолжения этой заповеди. А вот заповедь, о которой мы сейчас говорим, на которую мы ссылаемся, единственная заповедь, где добавлено, что «почитай отца, почитай мать, благо тебе будет и долголетен будешь на земле». То есть, по сути, Господь открывает нам, ну, как бы мы сейчас сказали, формулу жизненного успеха, формулу долголетия, о которой многие думают, многие бьются над ее открытием. А вот Господь говорит, что если будет почтение к отцу, если будет почтение к матери, причем, заметьте, не вводится никаких градаций, никаких характеристик самих родителей. То есть не говорится, например, почитай молчаливых родителей, почитай учтивых родителей, а говорится, что сам факт того, что это твой отец и это твоя мать, это то, что безусловным образом должно быть тобой исполнено как дело любви, как дело их почтения. Поэтому в этом плане, если мы говорим о том, что находятся какие-то жизненные обстоятельства, кажется, оправдывающие людей, то вот очень трудно оправдать, конечно, то, как взрослые, дееспособные, устроившиеся в этой жизни люди, то есть дети этих родителей, они идут на то, чтобы, не отягощая себя, не лишая себя комфорта, не выходя из зоны комфорта жизненной, этих родителей куда-то отправить на периферию, знать, что они накормлены, напоены, что, может быть, они находятся в тепле и в относительной чистоте, и этого, в общем-то, для них достаточно. Понятно, что человеку недостаточно только телесных каких-то условий для существования. Очень важно понимать, что родительское сердце, сердце отца, сердце матери, безусловно, сжимается и исполняется горем, когда родители видят, что они не нужны своим детям. Может быть, это отчасти сейчас объясняется такими жизненными подходами, когда с самого детства детей воспитывают, сами родители воспитывают детей так, чтобы их существование на этой земле было максимально комфортным. Может быть, приведу пример из какого-то другой области несколько, но это будет понятный пример, потому что, когда священнику иногда приходится сталкиваться с организацией похорон, то есть прощания с тем или иным человеком, то вот некоторые родители говорят, что, вы знаете, на похороны мы детей брать не будем. Почему? Потому что для них это является таким, что ли, отрицательной эмоцией, это каким-то образом может их испугать, как-то вот взгрустнется им, так сказать-то. И вот, следовательно, нужно их избавить от этих переживаний, это пройдет мимо них. А мы им расскажем какую-нибудь благочестивую сказку о том, что об облачке, о радуге, о какой-то сказке, куда ушел болевший родственник, пожилой родственник. И вот таким вот образом, с самого начала, то, о чем я хочу сказать, с самого начала жизни, закладывая жизненный фундамент, нравственный базис, дети избавляются от необходимости делать выбор, делать нравственный выбор. И потом, когда наступает момент, уже когда ребенок должен послужить своему родителю, подобно тому, как сам родитель служил этому ребенку, взращивая его, воспитывая его, испытывая разного рода лишения, для того, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым в этой жизни. Когда теперь, в свою очередь, этому выросшему ребенку нужно самому выйти из зоны комфорта и послужить своему родителю, отцу или матери, ребенок не готов этого сделать, у него просто нет таких прецедентов. То есть вся его жизнь прошла вот в таком комфорте, в неком, что ли, колпаке, под которым его оберегали и охраняли. И порой родители становятся заложниками вот таких неверных шагов воспитания, когда наступает момент, уже когда они становятся тягостью, отягощают жизнь детей, и дети от них просто избавляются. В этом плане, конечно, каждый ребенок должен постараться, чтобы максимально, что необходимо сделать для своих родителей, питать их старость, утешить их в старости. Это были бы те шаги, которые были бы предприняты каждым, кто называется сыном и кто называется дочерью. Смотрите, отец Андрей, ведь я не зря сказал, что тема не такая простая, мне кажется, не так все однозначно. Есть еще заповедь «Не судим не будешь». Вот смотрите, давайте такую ситуацию разберем на конкретном практическом примере. Не секрет, что встречается и не так редко, к сожалению, еще раз, как хотелось бы, когда люди, доживая до старости, определенным образом теряют рассудок. И когда они являются предоставлены сами себе, они представляют опасность и себе, в первую очередь, и, быть может быть, каким-то детям, которые находятся рядом. Дети, для того, чтобы содержать тех же самых родителей и свою семью, ну, не могут оставить свою работу. Вот как в этой ситуации тогда поступать? Быть может, в этой ситуации дом престарелых, если не выход из ситуации, то все-таки один из вариантов решения проблемы. Действительно много нюансов, может быть, в той или иной ситуации жизненной, но здесь, когда я вот слушаю ваше описание, я слышу о том, что человеку просто нужна медицинская помощь. Ему нужно этому человеку, больному, разбитому, старческой болезнью, старческим слабоумием, возможно, какой-то амнезией, деменцией, этому человеку необходимо просто помогать. Потому что в противном случае он может, ну, что-то сделать такое, что будет опасно и для него самого, ну, и, конечно же, может быть, и для окружающих. Если рядом находятся дети, если есть квартира, которая может остаться открытой, ну, и разного рода опасности могут войти в дом. Поэтому, конечно, в этой ситуации, вот как порой человеку приходится долгое время находиться в стационаре для того, чтобы получать лечение, невозможно это сделать амбулаторно, невозможно это сделать на дому, то, следовательно, человек отправляется под крышу лечебного учреждения для того, чтобы получить именно медицинскую помощь. Если это мотивация, если это необходимость, то тут, конечно, этот вопрос рассматривать стоит. Но мы говорим о ситуации нравственного выбора. Я хотел бы сказать, что когда при общих равных условиях человек все-таки думает, что его жизнь выйдет из обычного русла, отяготит присутствие того или иного пожилого родственника где-то у него дома, за ним действительно придется смотреть, придется уделять ему внимание, ухаживать, возможно терпеть его какие-то несовершенства характера, капризы, проявления болезни в том числе, то, следовательно, нужно просто удалиться от всего этого, умыть руки и остаться вне зоны своего участия в этой большой проблеме и беде. Даже мне приходится сталкиваться с ситуациями в своей священнической практике, когда люди примерно схожим образом поставлены в условия, которые вы описали. Они стараются все-таки, чтобы их родственники остались под родной крышей. Если такая возможность есть, а ведь, может быть, придется решить, например, потратиться на сиделку, которая будет находиться рядом с больным пожилым родственником, или, например, эти деньги оставить на какой-нибудь летний отдых где-нибудь в теплых странах и морях. И придется отказаться в некотором смысле на некоторое время от вот этого отдыха, если мы такой пример взяли. И все-таки все свои средства, все необходимое, все те ресурсы, которые есть у семьи, направить на то, чтобы послужить этому родственнику. Если совершенно безвыходная ситуация, если настаивают медики, врачи на том, что человеку необходима госпитализация, необходим уход, необходим присмотр, то, конечно, стоит и такой вопрос рассматривать. Но и в этом случае человек может быть не одинок. Его можно навещать, с ним можно быть, с ним можно находиться долгое время. Может быть, часы буквально проводить с ним в прогулках где-то, в беседах. Нужно проявление той любви, вот того единства, к которому призывает нас Господь. И поэтому тут, конечно, каждый из нас это решение должен принимать и смотреть, насколько полезно и насколько нужно будет нашему пожилому родственнику, если мы его, заботясь о нем, оставим рядом, или, может быть, он будет удален хотя бы на какое-то время для того, чтобы он получил помощь и поддержку, которая ему также необходима. Скажите тогда, отец Андрей, почему при томских храмах сейчас не стало домов-престарелых? Насколько я знаю, точно знаю, раньше такое было. Действительно, при некоторых храмах некоторое время назад существовали приюты, существовали богодельни, которые осуществляли вот эту социальную работу, и которые именно ту христианскую любовь, которую призывает нас Господь, оказывали тем пожилым, престарелым, одиноким людям, которые попадали в эти учреждения. В данный момент изменено законодательство, и достаточно серьезные и жесткие требования законодательство прописывает при устроении этих учреждений попечительского характера. Поэтому далеко не каждый храм, даже крупный храм, может позволить себе, ну, там существуют разные нормы медицинского ухода, нормы пожарного надзора, нормы, которые мы говорим, как санэпид надзор, то есть те нормы, которые все необходимо строго исполнять. Поэтому очень трудно порой бывает храмом сделать так, чтобы под вывеской и при документах учредительных вот этого попечительского учреждения оно существовало. Другой вопрос, то что каждый храм, конечно, осуществляет вот эту работу милосердия, социальную работу, как бы мы сказали светским языком, для тех прихожан и для тех пожилых людей, которые попадают в поле зрения этого храма. В каждом храме существуют свои социальные работники, существуют волонтеры, которые порой не образом формального нахождения этих людей в стенах храма, на территории храма, в той или иной богодельне, а которые на дом приходят к этим людям и оказывают им большую помощь. Ну, в частности, вот я могу сказать про тот храм, где служу я, и существует несколько семей, которым осуществляется помощь. И также существуют пожилые люди, инвалиды, люди пожилого возраста и немощные по своим физическим качествам, которые получают эту помощь. Есть как те, кто как социальные работники трудятся на этом поприще, есть люди, которые, прекрасно понимая и читая слова Евангелия, что Господь говорит, что если бы сделали им, нуждающимся людям, значит, вы это сделали мне. И вот не ходя только в абстрактные какие-то установки христианства, а желая, чтобы были дела по вере, они эти дела осуществляют. Поэтому, несмотря на то, что в данный момент, хотя эта работа тоже ведется, и, возможно, совершенно скоро у нас будет такое попечительское учреждение, после всех вот этих устранения всех формальностей, всех каких-то требований, которые необходимы, когда возникнет здание, которое можно будет осуществлять, в котором людям будет комфортно находиться, мы, конечно, увидим эту работу. Но то, что ее нет сейчас, говорить, конечно же, ни в коем случае нельзя, поскольку, повторю, каждый храм и многие прихожане храмов, они ставят перед собой вопрос, а что я могу сделать для того ближнего, который нуждается в моей помощи, в моем попечении. И вот эта посильная работа, она ведется. Мне кажется, мы с вами отчасти, быть может, нашли ответ на вопрос тогда, вот как поступать родственникам, да, когда, казалось бы, они попали в безвыходную ситуацию, и когда вот непонятно, как поступить. Но помимо того, что есть какие-то социальные службы, да, наверняка можно, вот если ситуация совсем безвыходная, обратиться за помощью и в социальный отдел Томской епархии. Да, пожалуйста, социальный отдел Томской епархии осуществляет очень большую работу в этом направлении. Более того, эта работа ведется в сотрудничестве со светскими органами попечительства. И поэтому, конечно же, если есть такая необходимость, если есть такой крайний момент, опять же, не момент, когда родственники хотят просто избавиться из пожилого родственника, и куда на кого-то переложить, на чьи-то пречи переложить эту тяжесть, эту работу. Но когда есть необходимость поддержать человека, может быть, разделить с ним эту работу, то... Ну, ключевое слово, безвыходная ситуация. Конечно, да. Когда есть какой-то определенный тупик жизненный, в этом тупике пусть знают, что они не одиноки. Есть те, кто может им подставить плечо помощи, кто может эту работу вместе с ними разделить. А где посоветуете искать утешение тем людям, которые оказались с такой бедой, они взвалили на свои плечи заботу о своих престарелых родителях, родственниках? Но вы же прекрасно понимаете, что все равно в какой-то момент наступает какое-то чувство, быть может, отчаяние. Где черпать силы? Если мы чувствуем себя скудными в каких-то духовных наших проявлениях, то мы обращаемся к источнику всех духовных благ, к источнику благословения, к источнику благодати, которая укрепляет сердце, укрепляет душу любого человека, к Господу. Мы помним и верующие знают это утверждение о том, что Господь не дает креста выше сил человека. Это такая часть вероучения, это аксиома веры человека, потому что Господь, являясь всеблагим, Он не может нас поставить в такие условия, которые не желают по любви своей, по заботе к нам, не желают нас поставить в такие условия, которые будут для нас неподъемными, которые нас пришибут, которые нас раздавят в жизни. Другой вопрос. Господь знает, как сердцеведец, и то, что необходимо нам. И порой наше, такое скудное на добро, скудное на соучастие сердца, сердце может быть закостеневшее в эгоцентризме, в каких-то таких вот жизненных, может быть, подходах, такого, что ли, обмерщенного плана, оно нуждается к тому, чтобы нас вернуть к этому. Ведь ухаживание за больными, по мнению одного из иерархов церкви, Петрополита Антония Сурожского, он в юности, имея медицинское образование, как медбрат, прислуживал при больнице, в том числе находился и рядом с тяжело больными людьми, и умирающими людьми. И он, во-первых, говорил, как порой это важно, чтобы даже с умирающим человеком был кто-то рядом, кто возьмет его руку, кто будет с ним до последней минуты, до последнего мгновения, до последнего дыхания его жизни. И, во-вторых, он говорил о той большой пользе, которую ему самому принесли эти ситуации. Потому что порой мы, пока мы сильны, пока мы мощны, пока мы молоды, нам кажется, что это состояние, которое не покинет нас никогда. И вот действительно порой только ситуация с нашими близкими родственниками дает нам задуматься, а откуда берутся эти дряхлые старики, откуда берутся те люди, которые еще недавно, какое-то время назад, могли спокойно, самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой, а теперь не могут ложку поднести, не могут поесть без посторонней помощи. Это всех нас, и всем нам напоминает, что мы тоже войдем в пору старости, и вот какая будет старость у нас, и что с нами сделают, и как с нами поступят наши дети, это порой, вот фундамент этого закладывается, конечно, в тот момент, когда мы чьи-то дети, и как мы поступаем с своими родителями. Потому что Господь говорит, какой меры вы меряете, такой меры возмерится и вам. Настало время перейти ко второй части нашей программы. Я думаю, вот если мы сейчас скажем об Иоанне Лествичнике, память которого православная церковь чтит в четвертую неделю поста, мне кажется, вот прочитав его труды, многие люди, которые сейчас могут нашу программу, могут без помощи священника и врачей найти очень много ответов на свои вопросы. Расскажи чуть подробнее об этом святом. Да, действительно, преподобный Иоанн Лествичник, который в свою очередь тоже сам был священнослужителем, и поэтому, когда мы касаемся его трудов, а, собственно, он свое прозвище, свое звание как раз и получил в честь того труда, духовного труда, аскетического труда, который был им написан. Это «Лествица» или «Лестница» по-русски, где преподобный Иоанн Лествичник описал духовные шаги, духовное восхождение человека подобно тому, как он восходит по ступеням лестницы. И действительно, там от малого к великому дается пошаговая, скажем так, духовная инструкция, которая помогает человеку свою душу устроить таким образом, чтобы эта душа стала храмом, в котором бы обитал Господь, чтобы сам человек получил спасение, спасение от своей косности, спасение от своей греховности. Вот преподобный Иоанн Лествичник дает великий пример нам, и не зря как раз память этого святого мужа приходится на одно из воскресений, или, как по-славянски говорят, на одну из недель Великого Поста, потому что мы с вами вспоминаем о сути постного подвига. Войдя в постное состояние, имея опыт поста некоторое время, мы доходим до вот этого, до этой даты, до этого события, когда вспоминается человек, который сам духовно преуспел, и который это духовное преуспеяние, этот свой опыт, передал каждому из нас. Преподобный Иоанн Лествичник живет в VI веке, мы с вами люди XXI века, но его труд, Лествица, остается актуальным для каждого человека, кто заботится о своей душе, кто интересуется духовными вопросами, кто желает правильным образом эти духовные вопросы разрешить и устроить свою жизнь так, как это предписывает правда Божия, как это предписывает Божий закон. Вот поэтому мы вспоминаем преподобного Иоанна Лествичника, молимся ему. Если есть большой интерес, то, конечно, стоит обязательным образом ознакомиться с содержанием этой книги, в том числе, я совершенно с вами соглашусь, что те вопросы, о которых мы говорили сегодня ранее, и которые порой кажутся трудными, неразрешимыми, прочитав этот труд, поняв, каким образом духовное устроение человека осуществляется, человек поймет, что то, что ему выпало, позаботиться о своем ближнем, о своем немощном старике, об отце или матери, это великая радость, это великий шанс, который Господь дает каждому из нас. Спасибо большое, отец Андрей. У нас еще остались близкие вопросы, не так много времени, поэтому традиционно прошу ответить более лаконично. Сейчас в нашей стране произошло объединение православных христиан, спрашивают у нас 11 телезрителей, и мусульман. Союз этот показывает, и особенно крепкий, на фронте, где люди объединяются в товарищество. Мусульмане чтут и Иисуса Христа, и Богородицы. Почему же, на ваш взгляд, тогда в мире до сих пор убивают христиан? Ну, я бы сказал, что, наверное, в этом вопросе все-таки как-то вместе сведены разные понятия и разные сегменты, которые стоит обсуждать, и о которых стоит говорить. Мы видим то единение для людей, для которых является важным понятие родина, важным понятие народ. И вот несмотря на то, что человек имеет свои индивидуальные подходы к решению религиозных вопросов, тем не менее, в вопросах вот таких патриотических, в вопросах любви к своей родине, проявления себя как чадами своей страны, своего народа, мы видим единение многих людей. И люди неверующие, и христиане, и мусульмане, и люди других религий, которые себя проявляют, как воины, которые действительно такой большой подвиг несут ратный. Вот. Мы с вами, христиане, знаем призыв Господа, что нет больше той любви, которой, если бы человек душу свою положил за други своя. Вот это призыв к человеку, который понятен человеку разных вер, но человеку доброй воли, мы видим в реализации вот того примера, о котором спрашивает телезритель, и на основании чего он задает вопрос. Поэтому будем надеяться на то, что каждый из нас, каждый из граждан нашей страны, будет понимать важность того, чтобы проявлять себя должным образом, как человек, любящий свою отчизну и свой народ. Человек, который призван, порой, жертвенным образом, идти на защиту своего Отечества, для того, чтобы исполнить Божественные заветы, для того, чтобы себя проявить как человеку верующему, как человеку с большим сердцем, с большой душой. До Пасхи осталось не так много времени. Церковь много говорит о том, как правильно входить в пост, как поститься, но нигде не сказано, как лучше из него выходить. Вы можете дать рекомендации? Действительно, пост – это достаточно продолжительное время, и это процесс, в который человек входит. И мы знаем, что даже еще до поста мы начинаем определенные меры ограничения на себя накладывать, выводить. Это для того, чтобы более успешно войти в пост, более, ну что ли, комфортно не скажешь, но чтобы это органичное вхождение осуществилось. И вот многое на протяжении семи недель, еще страстная седмица присовокупляется к этому. Человек держит пост и телесным образом, и, естественно, духовным образом. Но, во-первых, важно, чтобы пост не был мероприятием. Мероприятием, которое в календарном таком ключе обозначено первым днем и обозначено последним днем, после которого человек, ну, как бы возвращается к своей обычной жизни. И важно, чтобы было понятие того, что пост – это время, когда человек должен посадить в свое сердце, в свою душу ростки добра, ростки добродетелей различных. И понятно, что если он их посадил, если они взошли, то, следовательно, не стоит их в конце поста тут же вырывать и продолжать жить с тем же сердцем, которое было до этого, которое было ранее. Сердце неокультуренное, сердце необработанное, сердце, которое не приносит духовного доброго плода. А если говорить о телесном подходе, то, конечно же, не стоит после поста сразу же, вот соскучившись, можно сказать, набрасываться на те непостные уже праздничные пасхальные яства, которые есть. И люди, которые опыт поста имеют, они знают, что из поста нужно выходить постепенно. Поэтому, например, у многих священников может быть даже не первый день Пасхи, это день разговения. Ну, во-первых, есть там технические вопросы, когда священнослужитель практически все это время занят и находится в храме. А после этого у него практически не остается времени и сил на то, чтобы даже со своей семьей разделить Пасху, хотя, конечно, поздравить друг друга мы успеваем. А вот последствия, когда идут дни Светлой Седмицы, когда постепенно человек уже выходит из поста, это, конечно, время радости, это время праздника, это время общего общения, в том числе и разделения общей трапезы, которая может быть, ну, относительно обильная, вкусная, скоромная. Вот. И поэтому, в общем-то, тут не существует вопросов для того, кто имеет вот этот опыт. надо сказать, что просто нужно делать шаг, иметь практику, иметь опыт поста. Это касается всех людей, кто интересуется этим вопросом. Ну, и, конечно, со временем где-то вразумит Господь, где-то придет собственное личное понимание, что-то подскажет священнослужитель, тот священник, у кого вы окормляетесь, кому вы задаете свои вопросы о духовной жизни. Вот. И со временем это все придет в норму, и пост для вас будет, опять же, временем радости. Так же, как и вхождение в пост, так и выход из поста, когда мы, готовясь к празднику, воспринимаем полноту праздничного дня, полноту той радости пасхальной, к которой всем мы идем. Вот церковь наша будет к этому готова. Святые отцы говорят, что часто человек не чувствует радости праздника, потому что пренебрегает подготовкой. То есть прошло время подготовки, упущено туне, это время, и, конечно, может быть, нет такого доброго понимания, полного понимания того, что происходит. Хотя нет, наверное, на Пасху ни одного равнодушного к этому празднику и к этому событию человека. Но, тем не менее, вот чтобы это было в полной мере, чтобы это было так, как это необходимо, в той глубине, которую нас церковь призывает, то мы готовимся к празднику Пасхи и радуемся, когда этот праздник наступает. Спасибо большое. Нашим телезрителям напоминаю, что вы также можете прислать вопрос в нашу программу. Сделать это несложно. Напишите православие70sobako.mail.ru Либо предлагайте тему нашей следующей передачи. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с протереем Андреем Турум, руководителем отдела по взаимодействию церкви и общества. Отец Андрей, благодарю вас. Спасибо большое вам. Пусть Господь хранит всех наших телезрителей. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова